Сергей Журавлёв Аплодисменты Говорите Как лучше, пастор Сергей или отец Сергей Как, я не знаю, потом научите нас Как говорить лучше, да? Да, ну мы очень действительно рады вам И давайте ещё раз поприветствуем Спасибо вам большое Слава Иисусу Христу Слава нашему Господу И я рад вас тоже Видеть, дорогие друзья Лично, лицом к лицу Познакомиться с вами И сегодня будет служение у нас вечером Но вот этим днём В этой дневной встрече Хотел бы ещё поговорить о многих интересных вещах Давайте мы сейчас помолимся И Попросим такого Божьего благословения На эту встречу Дневную На это общение Я думаю, это будет не просто монолог А ещё и диалог И я хотел бы Сейчас попросить Бога Чтобы Он благословил так же Не только Церковь Вашу Агапы Но ещё и вообще Все христиан Алматы И Казахстана Был замечательный в эти дни семинар В Караганде И Вчера я был На том месте, где Тысячи и тысячи Людей Верующих Неверующих Нашли свой последний приют В степи Казахстана На месте концлагерей Казахстанских Советских этих концлагерей Друзья мои Страшное зрелище было Я видел это страшно Своими глазами Стены Уже мало сохранившиеся Большей частью разрушенные Уже снесённые А в одном из концлагерей Только лишь одна стена сохранилась И то частично Её уже разобрали фактически всю Лишь основание этого концлагеря осталось А другого вообще ничего не осталось Просто степь И отдельные Вот эти камни такие стоят В одном месте мы видели Прямо в степи Километров 30 или 50 Не помню От Караганды Значит там Обелиски такие стоят Обелиски разных народов И там Немцы Прибалтийцы Японцы Русские Украинцы Кого только нет С разных стран обелиски И миллионы душ Поливали Эту землю Казахстана Своей кровью Слезами Потом И один из отцов древности Ещё глубокой древности Говорил, что Кровь мучеников Это семя церкви Вы знаете Я верю, что Не все там были верующие Конечно Погибшие Но многие из них были верующие Я думаю Даже самый последний атеист Там были коммунисты Которых Своих же репрессировали Потом Когда стали грызться Как вот Какая-то волчья стая Вы знаете Но даже последний Самый атеист И коммунист Я думаю Находясь вот именно там На том месте смерти Видя каждый день Смерть людей Я думаю Что Всё равно Сердце дрогнуло Всё равно Молитва какая-то звучала Даже из сердец Самых Ну отпетых Уже казалось бы Таких негодяев Или значит Или уголовников Или значит Или атеистов Я убеждён Что В сердце каждого Тогда была молитва Последняя молитва К Богу И этими молитвами Земля Это освящена В этом году Вы наверное Знаете Открывался памятник В Вашингтоне В городе Вашингтоне Памятник Жертвам коммунизма Это памятник Строили всем миром Буквально Все страны участвовали Так или иначе Почти все страны мира Наша церковь тоже принимала участие Мы тоже перечисляли Пусть немногие деньги Там шла речь О сотнях долларов Но Это был наш вклад Именно тоже В это строительство Это памятник Перечисляли церкви Миссии Просто граждане Потомки Жертв И потомки палачей Порой Очень разные люди Перечисляли И вы знаете Построили памятник И Джордж Буш Президент Америки Когда открывал этот обелиск Там были представители Других стран В том числе и России И говорилось много Интересных слов С разных сторон И Джордж Буш И Джордж Буш огласил цифру Которую американские историки Сегодня уже считают Как бы Конечной 100 миллионов людей Жертв коммунистических репрессий 100 миллионов Друзья мои Российские ученые Сегодня уже оспаривают Эту цифру И говорят Что жертв было гораздо больше Около 150 миллионов людей Это имеется в виду Не только Россия СССР Это имеется в виду И Китай Это имеется в виду Румыния Вьетнам Чаушеско Полпота Все вот эти лидеры Сталин И многие-многие другие Самые страшные страницы Человеческой истории Коммунизм Фашизм Но друзья мои Мы перевеснули эту страницу Сегодня мы Христиане 21 столетия Имеем великую ответственность И перед Богом И перед многими поколениями людей Отец Бог Святой Во имя Иисуса Христа Во имя Твоей любви Во имя Крови Сына Твоего Услышь сегодня нас Господь Твоих детей Христиан 21 столетия Бог Всемогущий И благостави нас Сейчас В этом общении На этой земле Господь Святой Казахстана Боже Всемогущий Я благодарю Тебя За то Что на нашей земле Господь Кончилось Это страшная Иго Коммунизма Бог Всемогущий Я благодарю Тебя За то Что сегодня Мы рассуждаем Об этих вещах Как о прошедших Уже Об истории Бог Всемогущий И я знаю Я знаю Что кровь Иисуса Христа Пролитой На Голговском кресте Громче Чем кровь Всех миллионов Невинных жертв Бог Всемогущий Я благодарю Тебя За эту Святую кровь Благодарю Тебя За то Что мы Искуплены Этой кровью От суетной жизни Благодарю Тебя Что и сегодня Эта кровь святая Она намывает Нас от всякого греха Благодарю Тебя Господь Всемогущий И прошу Тебя Благостави Господь Нас сейчас В этом общении Благостави Господь Своим святым Присутствием Благостави Во имя Иисуса Христа Учи нас сегодня Наш драгоценный учитель Говори в наши сердца Наставляй нас Кого Ты освободишь Он будет по-настоящему Свободным человеком Господь Пусть придет Твоя свобода В наши сердца В наши судьбы В наши жизни В наши семьи Господь В нашей церкви Боже всем В наши страны Благостави сегодня Казахстан Господь Благостави сегодня Алматы Божьего Имя Иисуса Христа Бог всемогущий Да святится Имя Твое Господь Бог И как здесь Отец Я молю Тебя Как здесь Однажды проливалась Кровь многих людей Верующих Неверующих Но Господь Нашедших здесь В этой стране Последний свой Приюз жизненный Господь всемогущий Я прошу Тебя Бог Пусть семя Верующих Христиан Которые здесь Господь Костьми легли В этой земле Господь Пусть это Их вера Господь Сегодня живет В наших сердцах Пусть Господь Их ревностное Служение Тебе Бог Оно зажигает Сегодня Господь Нас Христиан 21-го столетия Господь Реформация Этого Нашего Времени Господь Всемогущий Я благодарен Тебе За эту честь Говорить Сегодня Здесь В Алматы Благостави Господь Наше общение Благостави Церковь Агапы Благостави Господь Все христиан Этого города Во имя Иисуса Христа Говори нам Из своего сердца Аминь 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 Аплодисменты Великому Богу Отцу Святому Слава Иисусу Христу Присаживайтесь Пожалуйста Друзья Слава Богу Один Проповедник Очень известный Древности Проповедник Получивший Даже такое Прозвание Златоуст Золотые уста Иоанн Златоуст Патриарх Константинопольский У него есть много бесед Много проповедей Его Если говорить О протестантском мире Его можно С Джоном Весли Сравнить Вот по продуктивности Потому что Я думаю Что таких Очень немного Было проповедников Какими Были Джон Весли В протестантском мире Или Иоанн Златоуст В православном мире Но То есть Богатые наследства Оставили Трудов И Вы знаете У Иоанна Златоуста Есть Одна такая проповедь Интересная В сборнике Называется О рукоплескании В храме Он жил давно Он жил В конце четвертого столетия И Небольшая проповедь Она в сборнике Займает всего лишь Три листа По моему И Значит В этой проповеди Он говорит Что Места из писания Рукоплещите Господу Прочее Что Библия говорит А потом пишет Что Говорит Что Собираясь На ресталищах Спортивных состязаниях Проще говоря Мы рукоплещем Победителем Соревнований Допустим Чемпионом Собираясь Где-то там Еще на торжествах Мы рукоплещем Полководцем Политиком Императором Кому-то еще Но Он писал Очень интересно Собираясь В храме Божьем Мы рукоплещем Тому Кто достойен Всех рукоплесканий И Так что Мы по нашему По православному Собираясь Собираясь